таком помещении здесь бардак полный ну все равно я покажу многие возможно это видео вот так что посмотрим куча пуговиц старенький рубанок вот это вот да вот это хорошая вещица их жалко раскола разбита это у нас от керосинки может быть керосинка где-нибудь еще завалялась будем искать так книжка какого года книжка смотрите какое название беги сашка может быть это мне предупреждение чтобы я бежал из этого дома так здесь вот под пол походу или что-то в этом роде полы сами скрываются походу дом ведет и вот так вот все но здесь шурфить пока рановато я буду наверно шурфить сначала в самом доме так что у нас здесь еще есть так монетка 2 копейки 1969 год монетка первое сегодня монетка так здесь какой-то я не знаю какой-то хлам какие-то мешки связки чего-то фиг знает что такое мусорные что ли пакеты зачем здесь складировать мусор понятно так скалка полы здесь тоже мусора повело блин кругом такая жуткая паутина блин прям какой-то страх блин наворачиваться как будто из какого-то кинофильма паутинка ты блин ладно пойдем в центральную комнату ой всем ребят привет сегодня мы находимся в одном старом домике и сегодня хочу здесь походить посмотреть я в этом доме раньше был то есть как обычный сталк по деревне сегодня решил снять ломочку и спуститься вниз подземелья посмотреть постараюсь найти здесь подпол вот здесь все засыпано здесь очень много мусора здесь вандалы то ли были то ли что в общем мусора здесь полно кругом и сейчас постараюсь найти место где есть доступ в подпол потому что однозначно подпол должен быть и сейчас я здесь похожу посмотрю оглянусь здесь вот у нас еще чердачок есть на чердак посмотрю что у нас там было и есть по самому дому в принципе кто внимательно смотрит видел этот сталк ну а кто нет я конечно же сейчас по этому дому снова пробегусь и вам покажу что у нас на самом деле есть изделие есть вот печь разрушена вот вещи тряпки все разбросаны хаотично в общем здесь что-то было не знаю что но сейчас предсказывает что-то маловероятно люди не знаю куда делись потому что когда я был тут изначально шкафах был порядок вещи все были уложены ровно стопочками вот сейчас конечно уже не то возможно здесь кто-то уже побывал и после меня вот но вкратце сейчас я вам обстановку все покажу по обстановке ребят вот так вот здесь все разруха как я вам говорил все вещи на вешалке обувка стопочками лежит до сих пор кирпич разбирали то ли печку то ли кладоискатели искали что-то не знаю внутри вообще полный хаос здесь походу кочевали бомжи вижу даже новогодние какие-то тряпки возможно молодежь здесь новый год отмечала вот но немножко здесь похулиганили все верт дном все перевернуто вот полы как видите цельные под пола я чего-то не вижу не знаю посмотрим живем увидим что печка уже и не им покрылась шкафах я даже вам показывать ничего не буду они сейчас уже пустые вот ну вещи по-прежнему находятся лежат вот ну просто здесь я не знаю все в таком хаотичном беспорядке вскрывали все ломали ну это наверное местные так что интересного внешне здесь не будет ничего здесь вот икона 1 икона вторая тоже видите вешалась на стену икона 3 но это не старые советское время иконы такие здесь шедевры еще одна икона вот это конкурс старая советского времени наверно года никакого нет то есть здесь стекло окно разбито и здесь в принципе прохладника ну ладно сейчас я прогуляюсь посмотрю вот больно то я здесь громить ничего не буду хотя здесь уже все разгромлено вот как вы видите последний раз когда я здесь был немножко был порядок сейчас же здесь разруха между прочим вот чё-то я вижу вот стыковые какие-то доски вот они стыковые видите куски маленькие и я сейчас их попробую приподнять чтобы заглянуть вот полы может там кладуха ладно деревня старая здесь понимали и золото николая червонцы так что посмотрим смотрим и так ребята вскрыл я все-таки под пол нашел я местечко где можно вскрыть вот вытащил половые доски вот пришлось долго здесь поковыряться вот сейчас мы полезем туда попах посмотрим что у нас там будет интересно вот сейчас я вам покажу обстановку там что у нас там может быть пока ничего не вижу вот думаю камеры сейчас сама все там следует стоит ли вообще там что-то смотреть так вот сейчас наверное туда вовнутрь полезу сразу видно что как вы видите это все таки как-то передел что ли был какой-то полы перестилали не знаю но засыпка имеется сейчас полезем туда вовнутрь посмотрим что там будет ребята вот из этого угла я вытащил вот такую сверху старенькая была керосинка какой-то сверток я вот так смотрю смотрите сверток обычный кирпич я не знаю зачем его обматывали но была еще одна вот такая вот так там какая-то он живность даже в подвале тепло и не смотрите чё вот это находка честно говорю не ожидал такое увидеть ты это старая походу офигеть она чё клеенка какой-то что-ли отклеена вот это да вот это да такое у меня ребят впервые честно скажу такое у меня еще никогда не было чтобы я осуществлял поиск старых домах и вот такая вещь на стенке похоже было и все ржавый какой-то гвоздь не шуруп даже ничего си вот это у меня выход обалдеть я даже не знаю почему она находится в подвале но походу она давно там лежит ничего си палец кверху ребят за это такое не часто найдешь я если честно впервые такое вижу вообще были складни иконки всякие но икона деревянная и походу это никакой новодел советские а древняя я с этим не раз не сталкивался специалистов прошу отписаться есть какие может надпися нет надпися нет никаких вот это офигеть и так ребят я туда основательно прощупался прошу реал но ничего не было какие-то тут тряпки вон посмотреть все эти тряпки может быть чем тищу будет что ли но и основательно сейчас все уголки всякие тряпочки обязательно исследуя но вот это просто огонь огонь просто сейчас я все уголки тоже прозвоню как вы знаете на предыдущем шурфе номер шесть я в проемах дверного косяка нашел складе а здесь не знаю что можно найти здесь мусор очень сильный печь разрушена засыпку у нас посыпалась и я хочу посмотреть что у нас там на чердаке а посмотрим что у нас там я вот не вижу я просто руку поднял задрал есть у нас там что интересное нет ну просто засыпка больше вроде крупно очень ничего здесь не видно но крышу перестилали тоже как вы видите шифер лежит ладно будем спускаться вниз и внизу посмотрим чего у нас тут может быть еще не знаю камрада здесь не были но печь кто-то изрядно здесь побомбил здесь я сейчас попробую прозвонить все вот в этом месте на предыдущем доме был сигнал все от ковыряли и там оказалось в дверном проеме складе вот смотрите смотрите чего пыли пофигеть это створка от складе офигеть я михалычу опа че такой здесь вот видите все крашена а вот здесь вот не крашена любопытно но здесь от печи точно было труба выход но у здесь еще было может какая-нибудь фанера пришивалась а точно фанера была вот видите ее просто оторвали ладно сейчас полезем вниз и так ребят дела у нас обстоят не очень-то и хорошо здесь сверху и одну монетку только вытащил вот она и это у нас по ходу советская копеечка окаменела я пролез туда вниз здесь по колено представляете по колено это значит мне приходится ползать там на заднице на брюхе как чушка измажусь но там такая дичь паутина блин и сверху гвозди торчат в общем приходится я сейчас собой возьму камеру и буду углубляться туда к дому ближе к центру вот так что вот так вот камеру с собой возьму и вам все покажу возьму я маленькую лопату и пинпоинтер прибор у меня уже там итак ребят спустился в подземелье здесь кости кости кошек походу может быть такие крупные крысы все в паутине и приходится на локтях двигаться вот так что сейчас немножко здесь прозвоню вот посмотрим что у нас здесь получится вот уж не обессудьте мы не больные просто зима и приходится искать находки именно вот именно в этих местах он там он какая-то мусор и нам как раз такой мусор нужен ладно идем итак ребята еще одна монетка вот на лежит зелененькая и это снова копеечка продвину слоя наверное еще на метра три в глубь дома сейчас вот вверху у меня здесь вот как раз стоит стол и вот под столом я сейчас лазью правда здесь щели как вы видите вот здесь вот сколочены очень плотно и пока у нас только копеечки вот может сейчас к печке пойдем туда вон в ту сторону к печке вот это может быть что-то и будет ладно продолжаем ползти и так ребят находка достойного вашего внимания наших тяжелых устал условиях мы подняли 20 копеек вот и не 20 копеек год к сожалению сказать не могу но она немножко того немного подъедена вот так вот вот он монитосик очень тяжелые условиями очень тяжелая продвинулся от центра от фонаря вон фонарь у меня стоит на голове у меня еще один фонарик вот так что продвигаюсь потихоньку сигналов очень много пробки пуговицы в общем весь советский мусор вот здесь вот у нас вот печка здесь вот в этом районе вот этот столбушок как раз держит и печку немножко балки прогнулись может от тяжести печи но не знаю не знаю надеюсь меня здесь это все сооружение не захоронит дом в принципе крепкий вот и я думаю ему еще рано именно сегодня чё это что-то там такое ощущение как будто кто-то ползает надеюсь никакие там крысы в лучшем случае пускай мышки будут мне крысы ну ладно надеюсь они смелости такой не наберутся не нападут на меня стады ставить свои не загрызут вот но вот это вот мероприятие которого это мусор видите это все мыши крысы натащили делают себе лежанки теплые вот так что бумагу рвут они и все прочее здесь вот такой вот неприятная пока обстановка не знаю пока мне здесь не нравится всего-навсего три монеты вот и все ну ладно если вам интересно строить ставим сразу лайки вот поддержите мои поползновения по этим домам по этим местам вот и посмотрим что у нас дальше там будет ладно идем дальше и так ребята еще один сигнальчик вот он лежит вот при помощи пина вызвание его сначала прибором ищу вот если глубокий то приходится лопатой лопата к сожалению тоже не подходит хоть и маленькая нужно вообще совочек суда иметь вот и это у нас монета тоже в таком же сохраняя такой же нарост но монета уже подуставший настолько что рельеф затертый и год к сожалению я вам сказать не могу но это нас пита пятнашка и до пятнашка период наверное где-то до 57 вот это у нас 15 копеек в квадрате или рамочник его еще называют ладно продолжаем ходим вернее не ходим а ползаем и так ребят вон там он он в той области ну в принципе в метре трех от меня я монетку последний ходил там кошачья голова была вот удивительно то что остальной части не было перебрался я уже на два метра сюда вот и нашел продолжение нашей кошки вот на продолжение жуть это похода крысы уже помогают растаскивает вот здесь очень много пробок водочных что не сигнал так воды и водочная пробка но у меня вот монетка выпала что за монета сказать даже не могу наверное все таки двушка двушка годов шестидесятых ничего особенно такая монетка ничего интересного ладно сейчас здесь немножко прохладно ребят и постоянно нахожусь на пузе или на жопе не хочу чтобы у меня чего-нибудь вылезла ладно посмотрим чуть тут у нас вот такие вот у нас тут раскопки происходят ну ладно посмотрим посмотрим чуть здесь еще выйти и так ребята здесь вот единственная столбушок остался и это столбушок у нас под печкой вот из-за этого наверное его не убирали полы здесь перестилали вот и возможно здесь если и есть находки хорошие то они наверное глубоко и вот единственный столбушок остался и около столбушка так где на вот на вот на монетка и радует то что это желтая желтая двушка год к сожалению сказать тоже не могу вот не знаю что за монета пробок здесь водочных вообще полно жуть жуть я их как бы стараюсь сразу отбрасывать в одну кучку вот на не знаю хорошо хорошо идем дальше ребята выпался есть подземелья очень тяжело там что-то искать вот смотрите что я нашел 20 копеек 15 копеек так двушка советская у она даже со старым гербом классно затем еще вот ходячка была там это не пойми чего в общем вот так вот у меня получилось ничего особенного вот ну пробыл я там не очень много вот и хочу вам показать что таких домах где нужно еще проверять вот как заходите в дом естественно нужно проверять все вот эти вот арки вот в данном случае меня видите здесь все за за штукатурено глиной побелкой нанесено вот и проверяйте именно здесь если нету что штукатурки вот именно в этих пазах бывает иногда монетки вот естественно по традиции было еще вот в эти места в общем заначки в проемах делали вот затем что с недавних пор я узнал что делают еще и закладные закладные верхних венцах между самым верхним и средним венцом верхней части в углу дома это делается именно там где места заболоченные и первые венцы гниют постоянно вот и иногда закладывают именно вверх я всегда думал что между первым и вторым венцом в углу вот оказывается здесь затем еще вот если есть проем на чердак в данном случае здесь просто печка но есть ходы то есть люки вот и в первую очередь нужно тоже осматривать ближнюю часть именно этого проема вот на вытянутую руку иногда могли что-то закладывать но и на чердаке тоже по всей длине балки в углах и около печки а тоже проверять потому что зачастую там тоже бывают находки у меня были такие в дальних углах затем конечно же подоконники подоконники тоже имеют щели в данном случае у нас подоконник из цельного дерева но бывают щели и туда заковыривают монетки бывают бывают за под нижнюю часть подоконника ну и здесь тоже в этих проемах так перейдем туда поближе поближе в эту комнату здесь смотрите вот печка и поверх печки нужно тоже смотреть потому что бывает вот здесь вот что-то закладывать или же просто ложит и забывает так что у нас здесь конечно же когда при строительстве печи иногда бывает что-то но очень смутно верится потому что я еще не раз вот а в печах не находил ничего хоть и пинпоинтом прозваниваю вот затем вот в таких углах здесь обычно красный угол сейчас он отсутствует но этот домик перестраивался советское время уже я вы видели там по подвалу вот здесь вот у нас бывает красный угол и здесь вот ставится иконы крест и вот все иногда в этой области тоже прячут к сожалению пином я здесь прошел связи ничего интересного нет очень много наколоченных гвоздей вот такого характера и они у нас очень хорошо пин отзвучивает на них сейчас пошли пинпойнтеры только на цветные металлы и это в принципе хорошо вот такой домик еще вот она балка несущая балка если есть щели здесь видите потолочный плинтус уже стоит иногда бывает он отсутствует и вдоль балки что-то могли закладывать но оттуда обычно заначки какие-нибудь вот такие вот вещи про чердак я вам уже все объяснил ну естественно все находки зачастую бывают именно там внизу подвальных помещениях ну и проходная часть здесь тоже ребят сейчас я специально прикрылся чтобы гостей него вот в этих местах тоже зачастую проверяйте на входе как обереги под порог закладывали закладные монеты на прошлом прозапрошлом копе я под порогом но правда под землей под порогом нашел вот эти бы тоже вы вскрыть и там тоже будут у нас монеты такой вот у нас домик ну ладно сейчас подумаю что дальше делать возможно продолжим а может даже будем закругляться я машину поставил около дома везде сугробы занесло и первую пониженную пониженную включил и протащил за собой болен ну ладно это другая история но пока с находками вот так я думаю наверное на этом и все вот так вот с находками нас получилось немного ломку снял нормально пойдет и так ребята на этом я наверное и буду закачивать сегодняшний коп поковырялись мы измазали себя как чурки немного под замерзли в принципе все увидели советики ничего интересного ну я не считаю это за находки но вот такая вот вещь вообще шикарная вот такое чудо я сегодня поднял очень зачетная шикарная я не знаю что мне теперь с ней делать я все свои как бы находки такой темы отдаю своей тетки потому что она очень сильно набожная вот но вот эта вещь должна находиться именно я думаю у нее вот такая вот приятная вещь у нас сегодня была найдена именно в подполе не знаю что она там делала может быть случайно ее туда когда-то спрятали забыли потому что здесь жили верующие как вы видели я вам показывал несколько икон но вот это вот икона на самом деле старая древняя и я просто удивился тому что там я так понимаю перестелали все-таки полы вот не знаю в каком году но может быть в том же году и и положили не знаю кто ее туда замуровал положил зачем непонятно это для меня просто не знаю не знаю полы вроде как говорится перестел как вы видели там кирпичи у нас вот обычно на столбах стоит все а это кирпичи я даже не знаю если у вас есть какие-то варианты поясните зачем ее нужно было туда то ли прятать то ли просто убирать не знаю но вещь просто шикарная такой впервые честно за этот видеосюжет я думаю за мои труды старания все-таки поставите пальчик вверху сегодня измазался вообще как чурка под подпул как вы видели всего такой вот и мне приходилось на картах на пузе прокладывать себе путь и ковыряться швыряться но вот это оно того стоило честно она того стоило на этом ребята закончу свой коротенький такой вот видеосюжет надеюсь вам понравилось сняли мы зимнюю ломку вот так что приходите на мой канал в следующий раз думаю что-то будет у нас еще интересно за окном у нас зима надеюсь она скоро уйдет так что все все пока до новых встреч а а